Здравствуйте, дорогие старшеклассники! Я сегодня обращаюсь к учащимся, которые в этом году заканчивают школу. Для них наступает очень ответственное время. Время поступления в высшие и средние специальные учреждения образования. Я хочу сегодня рассказать все, что мы знаем сегодня о тестировании. Первое и самое главное – это начало регистрации. Регистрация начнется 2 мая и закончится 1 июня. В принципе, регистрация у нас пройдет в 6 пунктов тестирования. Поэтому у вас будет время спокойно выбрать, где вам будет комфортнее, где вам будет удобнее, где вам будет ближе к дому проходить централизованное тестирование и решить, где вы будете регистрироваться. Я, наверное, напомню, что тестирование в этом году у нас проходит в 5 вузах и в одном среднем специальном учреждении образования. А именно – это Гомельский государственный университет имени Франциска Скорыны, Гомельский государственный технический университет имени Павла Сухова, Белорусский государственный университет транспорта, Белорусский университет потребкооперации, Белорусский торгово-экономический университет потребкооперации, Мозыльский государственный педагогический университет имени Шамякина и Светлогорский государственный индустриальный колледж. Поэтому выбирайте место, где вы будете проходить тестирование и приходите регистрироваться. Здесь необходимо отметить, что в принципе зарегистрироваться вы можете в любом месте, а проходить тестирование вы будете уже там, на какой пункт тестирования вы зарегистрировались. Поэтому я сегодня обращаюсь к старшеклассникам, которые, может быть, задумались, чтобы поехать проходить тестирование в городе Минске, потому что они собираются поступать в минские вузы. Я думаю, что в этом нет особой необходимости. Это дорога, это определенная усталость. Все-таки тестирование вы можете пройти в городе Гумеле, а затем уже подавать свои сертификаты в тот вуз, который вы для себя уже, по всей видимости, выбрали. После регистрации 12 июня, через 1-2 дня после окончания ваших выпускных вечеров, мы вас ждем уже на белорусском языке. 14 июня пройдет централизованное тестирование по русскому языку, а 2 июля – последний день централизованного тестирования. Предусмотрена регистрация на один предмет больше. Это сделано для того, чтобы у абитуриентов появился определенный выбор. Если, предположим, он не прошел на какую-то одну специальность, этот набор, один дополнительный предмет, ему позволил бы сдавать эти результаты в другой вуз, на другую специальность. Поэтому внимательно поизучайте документы, документы, которые, в общем-то, договаривают профильные предметы в том или ином учреждении образования на ту или иную специальность. Это первое нововведение. Второе нововведение – если у вас возникнут какие-то проблемы, вы, предположим, заболеете, или еще какие-то непредвиденные обстоятельства, и не сможете посетить централизованное тестирование, то в этом году предусмотрено аж три дня централизованного тестирования в резервные дни. Но здесь необходимо отметить, что самое главное – вы должны быть зарегистрированы в основное время, на основной график. И только в этом случае, предоставив справки с 30 июня по 2 июля, предоставив справки в региональный центр тестирования, вы можете претендовать на сдачу централизованного тестирования в резервный день. Но я думаю, что, в принципе, у вас все пройдет успешно в основное время, и резервные дни вам не понадобятся. Я желаю вам успеха. Я, во-первых, призываю вам вовремя зарегистрироваться и успешно сдать централизованное тестирование.